Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы рассмотрим с вами такой вопрос как мирамистин при половых инфекциях. Мирамистин или хлоргисидин являются одним и тем же химическим веществом. Это вещество хлорсодержащее, то есть содержит, грубо говоря, хлорку, которая достаточно активна в отношении некоторых половых инфекций. Каких же половые инфекции обладают чувствительностью к мирамистину или хлоргисидину? Это в основном четыре инфекции. Почему столько и почему так мало? Дело в том, что мирамистин или хлоргисидин был изобретен и опробован в 1980 году как раз к олимпиаде московской, когда в Москву сейчас достаточно много иностранных туристов. Необходимо было оградить население от массовой вспышки венерических болезней. На тот момент было известно четыре именно этих болезни. Не было известно ни фламидии, ни микоплазмы, ни европлазмы, ни многих других болезней, а поэтому такой задачи не стояло и специальные исследования не проводились. Однако мирамистин показал хорошую эффективность при профилактике сифилиса, гонореи, трихомониаза, ну и в ряде случаев грибка кандиды. Соответственно других заболеваний на тот момент в общем-то не знали и эффективность не замеряли, да и в общем такой, как я сказал, задачи уже не стояло. Соответственно до сих пор такая эффективность сохранилась. Чувствительности, точнее не чувствительности, но привычки к такому препарату эти микроорганизмы не выработали и поэтому он остается до сих пор эффективным для профилактики в основном данных половых инфекций. С другой стороны доказано научно, что например та же холоминдия может жить и даже размножаться при благоприятных условиях в растворе мирамистина. Поэтому уповать на то, что обмыв половые органы после сексуального контакта мирамистином вы предотвратите большинство заболеваний глупо. Всего 20 болячек, да 3-4 из них действительно неплохо профилактируют данным препаратом. Соответственно с той же точки зрения необходимо рассуждать о лечебных действиях мирамистина, но во-первых он не проникает никуда в глубь ткани человека, это обычный раствор, его не пускает ни кожа, ни слизистой оболочки, каких-то проводящих веществ внутри этого препарата нет. Поэтому он обладает только поверхностно-дезинфицирующей активностью по отношению вот к этим указанным выше инфекциям. Поэтому использовать его в лечении других инфекций, передающихся половым путем, не имеет глобального смысла. Более того, многократное использование мирамистина приводит достаточно часто к ожогам вот этим хлорсодержащим веществом. Почему? Ну если вы насыпите хлорку себе например на руку концентрированную, вы обожжетесь. Будет химический ожог. То же самое происходит очень часто на моей практике при регулярных, ежедневных применениях мирамистина. Поэтому этот препарат может служить скорее как экстренная профилактика, чаще однократная, но нерегулярная, при каких-то случайных половых связях. Опять же он предохраняет, как я сказал, далеко не от всех болезней. Поэтому вопрос о использовании мирамистина в лечении половых инфекций в моей практике, как правило, совершенно не стоит. Потому что для, например, тех же инстилляций в бурые трубы, инстилляции в задний проход и так далее, в рот, есть другие более эффективные препараты. Поэтому данный препарат я назначаю только для самостоятельной профилактики после случайного полового контакта. И место его в лечении и профилактике половых инфекций именно такое. В случае необходимости диагностики и лечения, а самое главное профилактики половых инфекций на ранних сроках, конечно, необходима полноценная профилактика, включающая инъекции. Например, сифилис профилактика только инъекциями. Таблеточки, промывание канала, но я использую, например, не мирамистин, а препарат сверечь серебро и так далее. Так вот, такая профилактика осуществляется, конечно, только врачом. Никаких домашних вариантов полной профилактики от половых инфекций после случайного полового контакта нет. Поэтому для диагностики, лечения и профилактики половых контактов, особенно случайных половых контактов, обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД в Москве. У нас принимают опытные венерологи, которые осуществляют комплексную диагностику, профилактику и лечение половых инфекций распространенных в России. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.